Владик родился в 2002 году. До трех лет он рос, все было нормально. Потом он стал очень часто болеть. Стал задыхаться. Вся проблема в том, что когда наступает астматический приступ и пользуешься ингалятором, приступ уходит. У Владика это не проходило. Поэтому он пролежал в центре матери ребенка и врач-профессор матери посоветовала, чтобы она с ним уехала в Москву, потому что здесь ничего не получится. Они попали к профессору Разумовскому. Это, как говорится, российское светило. Раньше он сделал операцию с Дити и Гити. После того, когда Владика изучил все, он сказал, что у вас очень редкий диагноз. В моей практике второй случай. А что за диагноз? У него гепатопульмональный синдром, фиброз печени и расширение вен желудка и пищевода. Он сказал, что от первого мальчика я отказался. Вашим попробую прооперировать. 18 августа 2013 года ему сделали операцию. Ему удалили селезеночку и склимировали вены желудка и пищевода. Очень тяжело в Москве перенес операцию. Он две недели находился в реанимации. Потом в палате интенсивной терапии. В общую палату он так и не попал. 19 сентября мать его просто уже забрала насильно домой, потому что он уже всего боялся, он ходить не мог. И последняя операция когда у него была уже? Дело в том, что при выписке в Москве им тоже сказали, что вы ищите что-то в Европе. Мать нашла женщину, от которой Разумовский отказался. Она из набережных Челнов. Она сказала, Света, знаешь, я своего мальчика прооперировала в Бельгии, ему даже сохранили селезен. Поэтому она дала координаты бельгийской клиники. Там есть координатор, который курирует русскоязычных детей бывшего Советского Союза. Она сказала, переводите документы на английский или французский язык и присылайте. Мать так и сделала, перевела, отправила. Они прислали ответ. Да, мы беремся за вашего мальчика. Высылаем счет. Это было 127 тысяч евро. И как вы такую сумму собрали? Вы знаете, было очень тяжело. Дело в том, что наша семья никогда никого ничего не просила. К этому надо было созреть, к этому надо было прийти. Я приехала в Молдову, начала говорить с соседями, начала говорить с родственниками. Нас очень дружно все поддержали. Мы говорим всем людям, которые отнеслись к нам с пониманием, и кто сколько мог, помог. Были люди, которые даже не хотели себя называть. Они просто говорили, вот мы можем такую сумму дать, и мы даем на выздоровление мальчика. Конечно, мы здесь эту сумму собрать не могли. И если я решилась просить 3 января, то моя просьба была только толчком, чтобы дочь могла в Москве тоже просить. В России, оказывается, есть каждое направление болезни, имея свои фонды. Вот эти все деньги мы сложили, отправили на счет. У Владика 21 мая день рождения, к этому дню мы очень благодарны. Мы сумели собрать эту сумму. И 6 августа Владика прооперировали уже в Бельгии. Я объясню, почему мы обратились к Ренату Усатому. Дело в том, что Бельгия – это очень дорогое удовольствие. Вот они ездили, допустим, операция в России, им обошлась 200 тысяч рублей. Но тогда мы собрали все свои силы, и это мы сделали сами. А уже первую операцию мы не могли оплатить, поэтому обратились к людям. В феврале они ездили на контроль. И 22 сентября они снова едут. Это стоит очень дорого. Дело в том, что они живут там в пансионате. Это все приходится оплачивать. Спасибо всем людям за помощь. Мы очень благодарны семья Лузенко и семья Манитских. Всем-всем людям, всем Бельчанам за помощь, за поддержку, которую оказали нам в лечении нашего сына и внука Владислава. Это очень большое горе, и мне бы очень хотелось, чтобы как можно меньше было больных деток. Чтобы вы даже не представляете, какое это чувство, когда ты получаешь эту помощь от людей и понимаешь, что ты не один в своей беде, а очень много людей тебя поддерживает. Очень было приятно, когда женщина в своей пенсии 5 леев, 5 леев. Если кто-то подумает, а что такое 5 леев? Но вот эти капельки нам помогли спасти нашего Владика. Мы надеемся, что он будет здоровым, что он оселит это только с людской помощью. К нам в офис Рината Усатова обратилась и я, Владислава Манитского, этого замечательного мальчика, с просьбой оплатить дорогу на операцию в Бельгию, вторую же операцию, в сумме 10 тысяч лей. Мы, соответственно, несмотря на огромное количество проблем, которые накопилось в городе, несмотря на это все, Ринат Георгиевич в любом случае внимательно следит за просьбами, обращениями и ответственно, скажем так, выполняет это все дело. Мы вручаем от его имени эту сумму в оплату, скажем так, части этого доброго дела. Желаем этой семье, чтобы этот мальчик больше не имел такого несчастья, как третья операция, четвертая, чтобы он был здоровым, рос, был спортсменом. Да, Вадик? Держи. Мы очень благодарны Ринату Усатому, который тоже оказывает помощь на очередную поездку в Бельгию, на контроль для проверки результатов операции, которые были проведены в 2014 году. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова